Об этой мошеннической схеме мы уже рассказывали в феврале. Представители фирмы «Энергоконтроль» под видом структурного подразделения ООО «Орловский Энергосбыт» меняли доверчивым горожанам электросчетчики. Исправные на исправные. Клиенты в основном пожилые. Ну открываю эту вот. Хожу, они уже тут открыли. Женщина и парень такой молодой. Уже тут они возятся. Ваш счетчик не годится. Мы вам новый счетчик поставили. Стоимость таких манипуляций от 2 до 5 тысяч рублей. Однако, если это делать напрямую и официально, то за весь комплекс работ придется заплатить всего лишь 1200 рублей. Причем сотрудники «Энергоконтроля» апеллируют данными, которых у них быть не может. А следовательно, обманывают доверчивых законопослушных граждан. Компании не может быть информации о том, вышел прибор учета за межповерочный интервал или нет. Она может быть только у гарантировающего поставщика, то есть у нас у Орловского энергосбыта, у сетевой компании, соответственно, которая могла устанавливать прибор учета на границе баланса разграничения, а также у управляющей компании, если это многоквартирный дом. Сейчас фронт работ энергоконтроля сдвинулся из Орла в область. За последние несколько месяцев на их удочку попалось более двух десятков человек. Кстати, данные о замене счетчика в Орловский энергосбыт махинаторы не предоставляют. Мы хотели бы предупредить наших граждан о том, что мы к этой компании не имеем никакого отношения. Мы не несем ответственность за те услуги, которые предлагает эта компания. И прежде чем, скажем, предпринять какие-то меры по замене приборов учета, мы просим обратиться либо к исполнителю коммунальной услуги, в данном случае это может быть управляющая компания, либо непосредственно в нашу организацию. Фирмы, подобные энергоконтролю, занимающиеся тем же и с таким же названием, работали и в Питере, и в Воронеже. Пострадавшие от их действий в нашем регионе обращались с заявлениями в ОМВД. Реакции пока никакой. Олег Рудаков, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».